СОВЕТСКИЙ СОЮЗ Чечня заявила о независимости. Это послужило причиной для начала войны между Россией и Чечнёй в 1994 году, которая продолжается до сих пор для многих людей. Мне было 19 лет, когда война началась. И, похоже, состарюсь, пока она закончится. Такое чувство, что я кроме войны ничего не видела и не знаю. Эта война коснулась почти каждой семьи, включая мою. Много людей покинуло Чечню. Грузные и многие другие населённые пункты были в руинах. Никто не знает, сколько сотни тысяч людей погибло. И никто не знает, сколько исчезло без вести. Без вести пропавшей – это самая острая, болезненная тема в Чечне по сегодняшний день. Этот фильм о пропавших без вести. Или, вернее, об их близких, живущих в аду, но не теряющих надежды. Казбек, первую войну которого убили. 19 лет было. Какая-то Роман, которого я сейчас разыскиваю, которого я надеюсь найти. Для меня из всех ужасов войны исчезновение человека – самое худшее. То, что это вообще возможно. Сам факт, что это допускается. Что кто-то может ворваться в дом среди ночи и так просто отнять у матери её ребёнка, которого она любила и так тяжело вырастила. Это главная причина, почему я сделала этот фильм. ПОДПИШИСЬ НА ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННИЕ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, они его вытаскивают и куда-то за ворота Я успел от них вырваться и побегал за ворота Кстати, все они были в масках Он меня сбивает с ног А я по пояс, значит, мне майку они разодрали Вот по пояс уже голый Директором школы работаю Всю семью мою знают, меня знают Я говорю, мне неудобно, что вы делаете? Все это заняло, может быть, 10-15 минут Большинство из пропавших без вести Похищались ночью или под утро Проводились эти так называемые спецоперации ФСБ, ГРУ, ОМОНом и так далее И никто потом родственникам не говорит Куда этих людей подевали и что с ними стало Они его... по улице ехала колонна Военная колонна И люди разбежались на тот момент А сын мой присел на корточки С кульком семечек В этот момент остановилась одна из военных машин Подхватили моего сына под руки И закинули в машину Была бабушка, у которой мой сын на тот момент купил семечки И рядом с ней присел, когда ехала колонна Бабушка попросила моего сына, чтобы он спрятался А он улыбнулся и сказал А что они со мной? За что они меня будут забирать? По хищенам, как правило По хищенам, как правило Убивают, убивают И затем закапывают в немаркированных засекреченных местах Убивают 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 Когда я в доме пошла, она не была. Дочка не ходила туда, в школе не было. Вот подъезд, и я сказала, что у меня есть. Диаа сия хабула с гаслыш, через подъезд, три коршта они, ша картины, хаача, усыдвала. И так, я как, и хаалец, ши и, байкадекан, шу даду бшкерт и колпак юэлен. На нигарбанга ши и. Вот, чу дигна, тига паспортный отдел, тига кургат, Я хочу их убить. Садико, Алланди, Иллэн, Дэкни, Ицучуах, Ильцунга, Генир, Ялха, Яшляч. В апреле... Меня тут забрали 5 марта. 5 марта 2000 года. Я помню женщину, Бапаеву Луизе, там провели кандалы на ногу, была завязана, батарея завязана она была. А мне по нужде, когда выводили, я смотрю, она была положена где-то, на шестом, на седьмом месте, ей было лет 27. Думаю, какого черта они эту женщину интерес сюда привели. Потом, когда я заходил, я опять ее увидел такая, думаю, жалко эту женщину. Но когда, когда в свою клетку я заходил, я смотрю там сверху, спускались, издевались над ними, где что-то он и все, и еще там двое, другие с нами, которые были, они уже плакали, эти мужики не могли терпеть от этого, что ну что он, а оттуда уже. А помочь мы им ничем не могли уже. Так я ее увидел. Больше я ее не знаю, куда ее увели они, что они с ним сделали. Так с концами она пропала. После того, как человека похищают, для его родственников начинаются долгие, мучительные, бесконечные поиски. Свои лишние, Ростовы, Москвы, даже Москва. Конечно, мы все в Чечне еще, в комендатуре, что это лишь осылок, что это будет. Это первое место. 2 февраля, когда по телевизору показали новостях, как его допрашивают. И с этого дня, конечно, и до сегодняшнего, у меня улицы. Я 2-го сразу же выехала туда, в Алхангала. Но попала туда я только 4-го числа. То пешком, то это. Передвижение было очень слабое. Директор школы мне сказал, что он там. Директор школы. И это Юр Давид. Юр Давид. Тоже мне сказал, что Мурат был там. Они это показания. Но их потом убили. Я не знаю, кто их убил. И директора убили. С братом поехали назад уже в милицию. Военнослужащие выходят, заходят по отделу. Ходят. Я одного этого товарища, который замахивался на меня вот этим прикладом. Я его запомнил. Я говорю, вот этот человек, который меня ударил прикладом. Этот человек один, он все знает, где мой сын. Он знает, кто меня бил. Кто это такие? Они были на вашей машине. Маэстро. И этой машины сейчас почему-то здесь нет. Значит, моего сына куда-то вывезли. Начальника милиции Старогословского района. Дошел до милиции города. Затем республики. Затем, уже видя, что ничего не выходит, начал искать пути, куда же обратиться, чтобы мне оказали помощь. Даже я в Верховный суд написал. Мне, значит, отвечали в связи с тем, что лиц, причастных к данному событию, задержать и установить оказалось невозможным. По международным законам государство обязано расследовать похищение. Но государство, с позволения которого похищены эти люди, не занимается этим. Их это не заботит. В списках минимум численности. Оттуда в Росмартам поехала в больницу. В Росмартаме сказали, что этих ребят увезли в Толстой Юр. Когда я в Толстой Юр приехала, буквально три часа я опоздала. Три часа тому назад их увезли. Кого в Пятибург, с кого встала. За Чернокозу. Они же оттуда выпускали их всех. И вот одно лето, я месяца два там, у Чернокозу посидела. Вот все, кто выходили, Саня Рыбасов, вот кто освобождались, выходили, они говорят, мы не видели его. И тот шофер, который вез, он сказал, вот здесь его сняли и пересадили бы тоже. В 2000 году, когда я начинала искать Мурада, женщины, когда говорили, два года, еще три года, еще четыре года, еще то время, еще это так было. Я поражалась, думаю, как они столько времени ищут, не могут свои найти. А теперь уже сама, девятый год, не могу найти. Похищение людей в Чечне не происходило спонтанно. Это было запланировано. Россия решила поступить с чеченцами именно так. Одна из причин контролировать население страхом. И возни меньше. Трупа нет и преступлений нет. И виноватых нет. Люди не знают, на кого жаловаться, кому жаловаться и где искать. Почему мы не можем своих сыновей защитить и потребовать, что эти дела были расследованы? Сколько можно обращаться и просить? Скажите нам, где эти тюрьмы, скажите нам, где наши пропавшие. Неужели им пора уже потребовать? Сколько лет прошло, как вы, женщины, ходите, у кого девять лет, у кого семь, у кого три года, и ничего вы не можете добиться? Почему правительство плюет на ваши интересы, на вашу боль? Почему, в конце концов, нельзя потребовать, чтобы оно, не только Страдбургский суд, но и российские суды, осуждали за то, что творили здесь те, кто пришли наводить законный порядок? Наташа была моя коллега. Она очень много сделала в поисках безвести пропавших. И в 2009 году сама была похищена и убита. У нас цыганская почта была. Как скажут, что где-то откапывают трупы, что где-то нашли захоронение. Мы все бегали туда, смотрели там, но там уже невозможно было. Не трупы были, а останки одни, кости. Между тем, мы искали и места захоронений, потому что в это время много людей, молодых людей погибших, просто трупы находили и хранили. Потом я спросил, как там жена сможет ли она выдержать это. Потому что трупы были страшно изувечены. Вот некоторые, значит, руки были завязаны проволокой, вот, ремнями от брюк. Вот так. И один труп очень был похож по телу. Это тело было без головы, но одежда напоминала одежду моего сына. Вот я говорю, сможешь ты выдержать, посмотреть? Я сомневаюсь. Вот. Я жену привез туда. Там были военные, которые наблюдали за нами. Вот. И мы видели, что женщины падали в обморок. Там стоял запах. Хотя было и холодно, это был февраль. Вот. Были там трупы нескольких женщин, малых, детишек. Жена после этого много пробыла в больнице. Ей около 55 лет. Вот. Она, значит, фактически инвалид. Ей в другую. еще один человек, ребенок подлезья, как что теперь он делает, либо иначе, где он попал помню. Он делал, и во всяком случае, мы ее не слышали, но мы не понимали. Поехали на обжиг. Но не выжили, но мы не можем. А когда я стал в Грозницкий, в Грозницкую прокуратуру приходить и я увидел себе подобных, я понял, что мы ищем, так сказать, то, чего мы никогда не найдем. У нас есть 20-летний участок. Мы здесь с вами говорили в 18-й годах, о котором мы ходили на 20-й годах, а на 42-й годах, которые были в 19-м году, были в 19-м году, в 19-м году, в 19-м году. Верь и соцсетий. Эмин. Шестьдесят тро годы рождения. Эмин. 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 Двух суток пришло сообщение, что вы забрали труп. Оттуда мы увидим наглядное вдевательство над человеком в живом виде. Эмин. 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 Я сама педагог по специальности учила своих детей гуманизму. Ожидание – это как страшный сон, который никогда не покидает себя. Это как пытка. И, естественно, люди становятся больными и очень часто рано уходят из жизни. К зданию правительства, когда пошли, однажды выстроились с лозунгами. Просим вернуть наших детей, просим наказать тех, кто убил наших детей. Там нас разогнали просто-напросто. Избивали. Наша милиция избивала нас и разогнала. Многих женщин, несколько человек увезли в больницу. Для тех людей, которые обратились в Европейский суд, это последняя инстанция, куда они могут обратиться. последняя надежда. Базорькина's case was the first case on disappearances that we took to the European Court. What was really unique about Fatima Базорькина's case was the strong evidence that we had in the case. We had the video of the general giving an order to execute her son. I declare open the public hearing in the case of We are living. Where is my son? Where is my son? Where is my son? I want to know all that I want to know from you. There was a direct question. «Пост K conditions in this case. You make him weapons in this case. We want to know all that time. We have to know all that time. And all that time. So far across the country was very little. Никто не принято в ответственности Базошкина, и никто не принято в ответственности в большинстве других случаев. Надеюсь, что обяжут Россию заняться поисками наших детей. Продолжение следует... Россия, которые не могут, или этот комитет, не умеет, не умеет против Россия. И это не в названии греха, но в названии политики. Это ужасно, что это еще не пройдет сегодня. Поэтому я думаю, что есть моральная обязанность на кто-то, кто имеет интеракцию с Россией, чтобы решить эти проблемы, и делать то, что они могут, чтобы решить это, и чтобы Чеченцы, так же, воспринимать бенефицировать в общество с правой правой правой. Учебные проблемы в том, что они могут сделать это на этой ситуации. В этом случае, чтобы решить это, чтобы они не могли не получить это как-то начать. Я благодарна этим людям, благодарна, что они на мою боль откликнулись, но не ответили на мой вопрос. Они это потребовали от России ответ дать, но Россия на этот вопрос не ответила. Я, конечно, уже не надеюсь, что мне кто-то ответит на мой вопрос, но поиски, конечно, я буду продолжать. Я так люблю, к сожалению. Сейчас, ожидая вердикта суда Страсбурга, я еще не теряю надежды, что власти наконец смогут хотя бы во избежание выплат этих компенсаций, хотя бы ради этого, а не ради моей судьбы и жизни сына, хотя бы ради этого шевельнуть пальцем, чтобы найти его. Может быть, он действительно содержится где-то. Если власть, есть власть, если Конституция, если есть права человека, то они должны быть хотя бы в какой-то форме реализовываться через действия властей. Вряд ли Чечню и Россию в целом ожидают хорошее будущее, когда существуют в стране такие факты, как похищение и убийство людей. Руин уже почти нет в Чечне. Строятся красивые дома и здания в невероятно быстром темпе. Но эти руины остались в душах людей. Для них ничего не изменилось. Государством игнорируется их боль, как будто ее вообще не существует. Боль, как была на душе, так и осталось. Детей наших не находят и никто искать не хочет. Я даже по сторонам не смотрю, чтобы не виду то, что не видят мои дети. Это очень трудно быть очень оптимистичным о ситуации в Чечне сегодня и о том, чтобы продолжить. Единственное, что ситуация в Чечне будет улучшаться, это если Российский государство самостоятельно начинает держать людей, устанавливать на уважение для права и правила права. Надежда у меня есть, что он живой. Живу с этой надеждой только, что он живой на Египте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok